Татьяна Чеснокова больше месяца жила без горячей воды. Приходилось пользоваться бойлером. Традиционное летнее отключение в этот раз сильно затянулось и больно ударило по карману. Было очень тяжелое положение, потому что у нас работают бойлеры. Я в этом месяце сняла счетчики, я живу одна. У меня получилось 200 киловатт. Это для меня очень много, очень много. Без воды оказался большой район Липецка. Они включили ее вовремя из-за того, что вышла из строя вот эта задвижка в юго-западной котельной. Тогда же лопнуло терпение руководству компании «Квадра». Липецкие потребители должны им порядка полутора миллиардов рублей. И половина этой суммы по подсчетам энергетиков числится за ЛГЭК. Какую-то давать железобетонную гарантию, что до конца лета больше никаких инцидентов не будет, мы не имеем права. У нас на резервы денег нет. В «Квадре» заявляют, ремонтные работы пришлось сократить до минимума. Сейчас энергетики думают, где взять деньги на покупку газа для предстоящего топительного сезона. Мечтают самостоятельно собирать деньги слепчан и экстренно собирать журналистов, чтобы привлечь внимание к проблеме. А в ЛГЭКе от интервью отказываются, но уже начали информационную борьбу пресс-релизов. Новое руководство «Квадры» предлагает ликвидировать ЛГЭК как посредника. Но проложить 300 километров тепловых сетей по городу и обойтись без услуг ЛГЭКа вы, господа, не скоро сможете. Не ведрами же вы будете доставлять горячую воду жителям от своих котельных. В ситуацию уже вмешалась мэрия по совместительству акционер ЛГЭК. Порядок здесь только один. Договариваться по согласованному графику, снижать величину задолженности и обеспечивать устойчивую подачу энергоресурсов. Заинтересованные стороны в мэрии собираются уже каждую пятницу, но переговоры пока ни к чему не привели. Татьяна Ермишина, Тимофей Астахов, ТВК Новости.